Сестровецк 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 Теплом молитвенного духа В этот день наполнились сердца Каждого пришедшего в храм В главную церковь Сестровецка Пришли представители органов власти Глава курортного района Александр Забайкин Поблагодарил настоятеля протеерея Михаила Работников храма, а также прихожан За преданность Божьему делу И поздравил с престольным праздником Уважаемые тихо-зоил Уважаемые братья и сестры Жители курортного района Благодарю вас за Любовь к Богу За Божье сделок И всем добра, мира Чтоб всеми всегда Развитала любовь и праздник Идем в памяти апостола Святого Павла Храм в честь святых угодников Возведен в памяти российских моряках-подводниках И увековечивает важную историческую веху Первое Испытание потаенного судна Ефима Никонова Русского, изобретателя первой подводной лодки Первое богослужение в соборе совершил патриарх Московский Ивсия Руси Кирилл В присутствии министра обороны И главнокомандующего военно-морским флотом России Престольный праздник для храма Это очень важное событие городского масштаба Почтить память первых апостолов пришли несколько десятков сестеричан Среди них почетный житель города Сестрорецка Ветеран Великой Отечественной войны Полина Дмитриевна Громова Для нее этот праздник имеет особое значение Важно, чтобы народ верил во Всевышнее Почему? Да потому, что я, если бы не верила, могла быть на том свете Когда служа военным участником военной на передовой зенитной батареи По традиции, после божественной литургии На территории духовно-просветительского комплекса Состоялся православный музыкальный фестиваль «Малиновый звон» В нем приняли участие артисты Санкт-Петербурга А также исполнители и коллективы курортного района Жители города благодарят властей и организаторов За полученные эмоции от праздника Очень все душевно, прекрасно Прекрасная погода сегодня Спасибо нашим организаторам, что у нас есть такое Что мы имеем единение такое все вместе Одной из самых ярких звезд музыкального фестиваля Стала певица Светлана Мудрецова Отметим, что артистка училась в 324-й школе Будучи дошкольницей, она поступила в студию «Солнышко» И обучалась там вокалу у Светланы Литовко И поныне она остается жительницей города Сестровецка Как важно сейчас в наши дни обращаться к духовной культуре К настоящей поэзии, к настоящей музыке К настоящим композиторам живым Которые своим искусством, своим творчеством Доходят до сердца каждого, абсолютно каждого человека Будь то ребенок, взрослый, пожилой человек Молодой, начинающий свою жизнь Будь то ребенок, взрослый, пожилой человек